Тех, кто производит и поставляет энергию, ждет большое будущее. Сложно представить рынок, который будет расти сильнее, чем этот. Даже когда мы выходили на IPO, я говорил, что некоторые вещи будут не ради получения огромной прибыли, так что не стоит инвестировать, если вам это не подходит. Илон, это то, с чем сталкиваются многие люди в разных штатах? Федеральные разрешения, местные законы? Знаю. Мы как будто в путешествиях Гулливера. Может, некоторые предписания по отдельности — это не страшно. Но вокруг тысячи маленьких ниточек законов, которые связывают Америку. Бесплатное чипирование мозга сразу после этой конференции. Можно я предложу пару кандидатур? Вы даже ничего не почувствуете. Следующий гость всем нам известен, так что в представлении он не нуждается. Но я рад позвать на сцену технокороля Тесла, генерального директора SpaceX и владельца Boring Company, Neuralink и Twitter. Приветствуйте, Илон Маск. Илон, мы очень рады видеть тебя. Спасибо, что позвали. Забавно, но история повторяется. В прошлый раз ты с нами общался, мой предшественник Тед Крейвер был на моем месте и брал у тебя интервью. Кажется, в Новом Орлеане. Мы тут вспоминали. Кажется, в последний раз мы виделись, когда SAI заключили договор на поставку систем хранения для нашей подстанции. И ты принимал меня в SpaceX. Мы отлично пообщались. Должен сказать, было здорово сидеть в кафе прямо над производством ракет. Спасибо. За последние несколько лет в Тесла много чего произошло. Да. Верно. Вы поставили... Да, да. Вы поставили 50 тысяч машин в 2015-м и более 1 миллиона 300 машин в прошлом году. Колоссальный рост. Если оглянуться на 8 лет назад, вы пришли к цели быстрее или медленнее, чем ты ожидал? Было что-то, чего ты не ожидал? В целом, это довольно близко к моим ожиданиям. Ежегодно мы растем примерно на 50%. Это, конечно, заслуга команды Тесла, что у нас самое быстрорастущее производство. На втором месте, кажется, производство Model T. Это было лет 100 назад. Я очень горд работать с командой Тесла, они потрясающе поработали. И мы ожидаем, что рост в 50% продолжится. Это... это здорово. И это означает, что мы можем ожидать быстрой электрификации транспорта, особенно пассажирского. Инстинктивно, люди экстраполируют линейно, но если посмотреть на график роста количества электромобилей, он экспоненциальный. Это отличные новости для всех присутствующих. У вас будет много клиентов. У нас уже много владельцев электромобилей, и будет еще больше. Занимательный факт. Если вбить в поисковике Илон Маск и открыть вкладку картинки, то почти на всех фотографиях Илон будет в черном. Не знаем, является ли этот цвет его любимым, но он определенно считает его цветом сезона. А тут как раз наши друзья из легендарного банка Тинькофф подготовили для вас крутейшее предложение в черном цвете. Дебетовую карту Тинькофф Блэк с огромным количеством приятных возможностей. Карту привезут прямо домой или в удобное место и время, а вместе с картой вы получите круглосуточную отзывчивую поддержку и оперативное решение любых вопросов. Отсутствие комиссий при оплате ЖКХ, а также быстрые и надежные переводы через СБП и снятие наличных в любых банкоматах страны. Да, переводы и снятие тоже без комиссии. Оплачивая карты и покупки у партнеров, можно хорошо сэкономить и вернуть до 30% от суммы трат. Кэшбэк придет настоящими рублями, а не бонусами. А еще стильный фирменный кардхолдер в подарок привезут. Приятно! 30 миллионов человек уже пользуются услугами Тинькофф, так что переходите по ссылке в описании, оформляйте дебетовую карту Тинькофф Блэк и пользуйтесь всеми преимуществами надежного банка уже сегодня. Меня часто спрашивают, когда электромобили преимущественно заменят автомобили с ДВС? Важно помнить, что мировой парк насчитывает 2 миллиарда пассажирских и грузовых машин, и каждый год производится примерно 100 миллионов автомобилей, что логично, срок жизни машины до утилизации в среднем 20 лет. Так что даже если бы все производимые сегодня автомобили были электрическими, нам потребуется 20 лет, чтобы обновить парк. Это важно иметь в виду. Процентное соотношение новых автомобилей ко всему парку. Думаю, мы близимся к точке, в которой примерно половина новых автомобилей будут электрическими. Это, скорее всего, произойдет до конца этого десятилетия. И потом потребуется еще 20 лет, пока большая часть парка не станет электрокарами. Мы собирали аналитику по Калифорнии, где, согласно новому указу, к 2035 году все новые автомобили должны быть электрическими. И это подтверждает нашу собственную аналитику. Тогда две трети автомобилей к 2045 году будут электрокарами. Ну, примерно. Самое важное, спрос на электричество будет огромен. Так что... Так что, надеюсь, это хорошие новости. Даже если примерно прикинуть. Нужно утроить поставки электричества, чтобы обеспечить экономику. Сейчас примерно треть энергии электрическая. Ну, это очень примерные цифры. Треть приходится на транспорт разного рода, с ископаемыми и углеводородом. И треть – обогрев. Даже если не учитывать рост потребления электроэнергии на душу, можно ожидать, что спрос на электричество утроится. Нужно будет многое сделать, чтобы обеспечить такой спрос. Полагаю, это отличные новости для тех, кто производит электричество. Но и работы будет очень много, нужны будут новые производственные мощности, и они должны быть максимально устойчивыми. Для такого масштабирования нужна целая система. Ты со своей стороны работаешь над хранением энергии, транспортом и зарядкой, и об этом мы еще поговорим. На нас кабели, но нам нужна поддержка всей экономики. Конечно. Тут нужны совместные усилия. Тех, кто производит и поставляет энергию, ждет большое будущее. Сложно представить рынок, который будет расти сильнее, чем этот. Но работа предстоит колоссальная, как вы понимаете. Нужно будет не только производить столько энергии, но и поставлять ее. Иметь дело с пиковыми нагрузками и с местами, где производится энергия. Например, Тесла Мегапэк, о котором ты сейчас упомянул, очень помогает с пиковыми нагрузками. По сути, зарядка осуществляется, когда производится лишняя энергия, а разрядка, когда производства не хватает, или нужно снизить пиковую нагрузку. Я верю в то, что стационарные батареи – отличный выход. И это самая быстрорастущая ветвь бизнеса Тесла. Производство автомобилей растет на 50% в год, а производство стационарных батарей на 200-300% в год. Это очень важно. Конечно, это просто батарея, большая, и она помогает выровнять энергосеть. Если в этом есть необходимость, это отличный продукт. Мы еще вернемся к электромобилям, но я вспомнил, как мы несколько лет назад общались, и у тебя уже был план мировой электрификации, и у твоей компании правильное позиционирование, у тебя есть стационарное хранение, солнечные панели, все это интегрировано с тем, куда движется рынок, и Тесла нашла свое место. Да. По сути, будущее с возобновляемой энергетикой стоит на трех китах. Производство возобновляемой энергии – это солнечная, ветровая и гидроэнергия. Я еще сторонник ядерной энергетики, ее недооценивают. Мы с легкостью могли бы закрыть ей потребность в электроэнергии во всем мире, но многие не очень хорошо понимают физику и боятся того, чего бояться не стоит. Но я очень за. По сути, нам нужна любая электроэнергия, которая не будет влиять на климат, атмосферу и океаны. То есть, с одной стороны, производство чистой энергии, затем стационарное хранение энергии в качестве второго кита. Оно необходимо для любого непостоянного производства энергии, а это как раз солнечная и ветровая энергия. Аккумуляторы очень подходят для подобного вида энергии. А третий кит – электрический транспорт. Стоя на этих трех китах, мы достигнем будущего с возобновляемой энергией до тех пор, пока светит солнце и дует ветер. А так будет еще долго. Мне кажется, идея сохранения баланса с этими ресурсами требует множества инструментов. Позволь мне вернуться к вопросу электромобилей. Я бы хотел поподробнее их обсудить. Конечно. Мы с тобой обсудили пассажирские автомобили, но давай поговорим о чем-то побольше. Мы очень ждем, когда сможем увидеть тягачи Тесла Семи в Калифорнии. Это многое говорит о жизнеспособности таких систем в будущем. У агентов по охране окружающей среды есть стандарты, которые могут ускорить электрификацию тяжелого транспорта. Подобное происходит в Калифорнии и некоторых других штатах. Но в конечном счете транспорт должен быть экономически выгодным для владельцев парка. В частности, в Южной Калифорнии, где дороги загружены из-за портов. Многие владельцы парков – это маленькие частные компании. Как думаешь, как быстро такие парки перейдут на электромобили? Когда это станет доступно бизнесам разных размеров? Я бы рекомендовал людям посмотреть нашу презентацию тягачей, потому что мы подчеркиваем, что наши тягачи гораздо более энергоэффективны, чем дизельные. Например, у нас есть рекуперативное торможение. Скажем, едете вы через горы, дизельная фура не может использовать потенциальную энергию. Нужно дополнительно потратиться на дорогие тормоза, чтобы использовать их на спуске и не потерять управление. В то время как электрический тягач способен использовать гравитационную, потенциальную энергию. При спуске тормоза не переохлаждаются, а энергия возвращается в аккумулятор. Все это очень полезно с точки зрения эффективности. И вообще, посмотрите на всю цепочку, начиная от производства энергии, учитывая эффективность этой энергии, потерянную при передаче энергию, потерянную при зарядке энергию, и затем учтите количество пройденных километров. Если взять тот же дизель, который используется для заправки тягачей, и просто прожигать электричество, электрический тягач будет от 50 до 100% эффективнее, чем топливо, которое используется для тягачей. Мы как раз разговаривали об этом на совете директоров. Все дело в эффективности. Да, эффективность электромобилей – это важный аспект. Да, по сути, двигатели внутреннего сгорания ограничены массой и объемом. А значит, существует ограничение на то, сколько полезной энергии вы можете получить из топлива в рамках этой массы и объема. В то время как у электростанции нет подобных ограничений, очевидно, они могут быть тяжелее и больше, а излишки тепла можно использовать для паровой турбины. Тогда эффективность электростанции значительно выше, чем в движимом транспорте. Даже если учитывать потери при передаче, энергии и зарядке, это все еще эффективнее. Между сжигаемым на станции и в машине углеводородом – просто пропасть. Меня интересует сам процесс перехода. И да, нас ждет электрическое будущее, и мы не спорим с эффективностью электрических тягачей. Позволь мне сказать очевидное. Чем больше электрических тягачей, тем больше будет аккумуляторов. Давай поговорим о цепочке поставок, и я хочу тебя поблагодарить, потому что многие из присутствующих были на экскурсии на гигафабрике в Остине. Я хотел извиниться, я некорректно ответил на твой вопрос о тягачах, потому что в тягачах используются большие аккумуляторы, а значит электрификация пройдет позже, чем с легковым транспортом. Нам потребуются непрерывные поставки аккумуляторов, чтобы обеспечить в 4-5 раз более крупные батарейки, чем в пассажирских авто. И устанавливать их в тягач. Причина, по которой мы еще не запустили тягачи в массовое производство, кроется в недостатке аккумуляторов. Теперь, когда эта проблема решена, мы можем запустить тягачи в массовое производство. Кажется, Тесла сделает это первой. Мы ожидаем наладить конвейер до конца следующего года. Такие... такие пока планы. И опять же, тягачи не станут электрическими по щелчку пальцев. Нужно выпускать определенное количество тягачей, которые могут заменить старый парк. А в случае с тягачами, их срок службы в парке около 10 лет. Через 3-4 года производство электрических тягачей займет половину от всех новых тягачей. Может, через 5 лет. И еще 10-15 лет уйдет на то, чтобы большая часть была электрифицирована. В зависимости от того, как посмотреть, это будет либо очень скоро, либо нет. Кажется, и то, и другое. Да, да. Это дает понимание временных рамок. Позволь мне копнуть поглубже и поговорить о неочевидных проблемах при масштабировании производства аккумуляторов. Кажется, что гигафабрика – это прорыв с точки зрения производства. Что ты думаешь о вашей цепочке поставок, о редкоземельных металлах? Думаете ли вы о переходе на новую химию? Или о чем-то еще, что позволит вам значительно масштабировать производство батарей? На самом деле в сырье нет недостатка. Особенно, когда речь идет о катодах из железа. Мы ожидаем, что большинство батарей будут с катодом из железа. А железо – часто встречающийся элемент. На планете он превалирует. На втором месте – кислород. Все остальные элементы занимают примерно 38%. У нас больше железа, чем... Мы просто ржавая... Земля? Это по сути одно железо. Где-то больше, где-то меньше. Железо, кислород, кремний и еще всякого помелочи. Масса Земли на две трети состоит из железа и кислорода. Короче, железа нам точно хватит. И особенно это касается стационарных накопителей энергии, где масса и объем не так важны. Литий-ионный аккумулятор с катодом из железа. Многие говорят о литии, но на самом деле литий – лишь заправка, это не основное блюдо. Основная стоимость массы аккумулятора заключается в катоде – железном. Химия на основе никеля обладает высокой энергией, а железо – низкой. Никель можно использовать для большого запаса хода, там, где масса и объем имеют значение. А железо – там, где это не так важно, для машин со средним запасом хода и стационарных аккумуляторов. Машинам с большим запасом хода и самолетом потребуется никель. Здорово. Давай поговорим о зарядке этих аккумуляторов. В 2015-м ты говорил о необходимости сделать быструю зарядку для путешествий на большие дистанции. Даже при условии, что большинство людей заряжаются дома. Ты построил сеть суперчарджеров и поставил высокую планку для общественных зарядок автомобилей. Недавно ты сделал интересное заявление совместно с Ford и потом с GM. Любопытно, затем ты открываешь сеть, и как ты видишь конкуренцию и сотрудничество с другими компаниями? Не уверен, что это конкурентное преимущество. Это вполне может быть и недостаток. С самого начала цель Тесла была в ускорении прихода возобновляемой энергетики. Я всегда открыто об этом заявлял. Даже когда мы выходили на IPO, я говорил, что некоторые вещи будут не ради получения огромной прибыли, так что не стоит инвестировать, если вам это не подходит. Я предлагаю людям продавать наши акции, если их это не устраивает. С другой стороны, мы выпускаем легендарные продукты, так что в целом у нас все в порядке. Компанию тогда оценили чуть больше, чем в полтора миллиарда. С тех пор мы выросли. Немножко, да. Ну, прогресс есть. Мы делали то, что не всегда соответствовало увеличению прибыли. Например, открыли патенты, так что любой может ими воспользоваться. Это довольно... довольно необычно. Просто не стоит патентовать технологии ради того, чтобы утереть кому-то нос. Мы регистрируем патент и открываем его, иначе это минное поле. А нам не нужны преграды перед будущим с возобновляемой энергетикой. А что касается открытия зарядной сети... Даже не знаю, хорошо это для Тесла или плохо. Думаю, это правильно с моральной точки зрения, а правильно ли с финансовой, пока рано судить. Но это то, что поможет рынку перейти на электромобили. Мы открыли сеть, потому что не хотим использовать ее в качестве оружия против конкурентов. Если что-то поможет ускорить возобновляемую энергетику, мы это сделаем. Это сильное заявление о ваших обязательствах. Спасибо. Илон, мне интересно, повлияет ли это на то, как ты видишь вашу зарядную сеть в будущем? Например, в других зарядных сетях вольтаж для быстрой зарядки может быть выше. Планируете ли вы в будущем к этому прийти, или считаешь, что достаточно того, что есть? Зависит от того, про какие автомобили мы говорим. Скорость зарядки аккумулятора ограничена, а автомобили бывают разные. Наши новые суперчарджеры подают больше 300 мега... Ой, 300 киловатт. Это был бы большой кабель, впечатляющий. Если 300 мегаватт, нам стоит задуматься. Да, именно. Большой нужен кабель. И высокое напряжение. А что, подадим миллион вольт с тем же кабелем? Тут придется продумать детали. Многовато электричества. Так вот... Тепла, правда, будет многовато, если увеличить напряжение. 350 киловатт, это почти максимум, который можно себе позволить, чтобы не повредить батарею. Здесь у нас все под контролем. Уже долгое время мы подаем около 400 вольт, плюс-минус 30. В следующем поколении оно удвоится до 800 вольт. Опять же... Но это не так много, как кажется, но немного лучше. Наши суперчарджеры смогут работать и на 400, и на 800 вольтах. Они подстроятся под тот автомобиль, который заряжается. Это интересный шаг, и любопытно, как другие производители отнесутся к заявлениям GM и Ford. Да, как я и говорил, мы просто пытаемся принимать правильные решения. Я общался с Джеймсом Фарли и Мэри Барра, и мы поддерживаем электромобили Ford и GM. У машин Тесла нет каких-то особых привилегий. Все будет честно. Мы заключили соглашение, и будем его придерживаться. Кажется, это из той же серии, что и открытые патенты. Да. Понял. Что ж, все эти зарядки потребуют поддержки от инфраструктуры с нашей стороны. Да, не могу не подчеркнуть, нам нужно больше электричества. Сколько бы вы ни думали, нам потребуется электричество, нам нужно больше. Поверьте мне. Если вы думаете, стоит ли вам увеличивать производство... Да. Определенно. Как можно скорее. Сегодня в аудитории много людей, некоторые из них члены ИИА, коммунальщики. Здесь поставщики и вендоры. Целое сообщество нужно, чтобы поддерживать такую инфраструктуру. Нам также нужна поддержка правительства. Здорово, что есть IRA, мы сегодня об этом разговаривали. IRA и IIGA станут трансформационными для США. Но нам нужно больше поддержки. Например, реформа, которая позволит быстрее получать разрешение на строительство. Я... я тоже так думаю. Мы в этой стране сделали строительство чуть ли нелегальным. Особенно в Калифорнии. Простите, я там долго жил и до сих пор провожу там много времени, кстати говоря. Я все еще поддерживаю Калифорнию, хоть иногда это и нелегко. Я из Калифорнии, если что. Ну, тогда ты понимаешь, о чем я говорю. Ага, это записывается. Попробуй сделать ремонт в своей кухне в Калифорнии. Это не так уж легко. Да, но это... Илон, это то, с чем сталкиваются многие люди в разных штатах. Федеральные разрешения, местные законы. Знаю. Мы как будто в путешествиях Гулливера. Может, некоторые предписания по отдельности, это не страшно. Но вокруг тысячи маленьких ниточек законов, которые связывают Америку. Да, это один из вопросов, которые нужно решить. И мы благодарны Теслу за работу в этом направлении. Есть и другой аспект. Совместная работа коммунальных служб и наших клиентов, будь то Теслу или кто-то еще. Я недавно был в Барсту, в Калифорнии, и наблюдал за улучшениями, которые наша команда делала для снабжения большой станции Суперчарджер. Для тех, кто не знает, Барсту находится посередине, между Лос-Анджелесом и Лас-Вегасом. Популярное место для зарядки. Да, я там заряжался. Да, она, кажется, открывается на следующей неделе. Да, Суперчарджерам требуется много электричества. Верно. А значит, нам нужно работать вместе. Что делает ИИАй? Это обращается к клиентскому сообществу, будь то поставщики зарядных станций или операторы больших парков, и сотрудничает с ними. Но мне интересно, с твоей стороны, что еще нам нужно делать, чтобы улучшить сотрудничество с вами, с производителями автомобилей, ну и, честно говоря, с вашими конкурентами, потому что для экосистемы нужны совместные усилия. Все, что позволит ускорить процесс, это прекрасно. Конечно, не все от вас зависит, те же разрешения на строительство, но я всегда говорю, что сейчас прекрасное время для поставщиков электричества, потому что необходимость в нем растет экспоненциально. Спрос по сравнению с сегодняшним днем утроится, прежде чем мы перейдем на устойчивую экономику. Я бы внимательно подходил к перспективной экстраполяции, потому что будущее не будет таким, как прошлое. В будущем будет огромный рост спроса на электричество. Нам потребуется задействовать все ресурсы, чтобы за ним поспевать. Так что, да, скорость. Как сделать это быстрее? Как быстрее разворачивать производство? Вообще это касается всего, от генерации до передачи, до подстанций. Насколько мне известно, понижающие трансформаторы в дефиците. Боже, надеюсь, Тесла не придется еще и этим заниматься. Но... Было бы отлично, нам нужно больше. Да, я говорил команде Мегапэк, ребят, а как сделать так, чтобы можно было просто взять кабель и подключить? Без подстанции. Было бы круто. Берешь большой металлический кабель, вставляешь... Готово. Кажется, инженерам стоит это обсудить. Это вполне реально. Если не перебарщивать с напряжением, это вполне реально. Только нельзя размещать кабели слишком близко друг к другу, чтобы избежать электрической дуги. Ну так вот, одно из ограничений установки Мегапэк как раз в нехватке оборудования для повышения напряжения на подстанциях. Мы выявляем все, что тормозит нас на пути к экономике с устойчивой энергетикой и работаем над самыми большими проблемами. С клиентской стороны у нас есть Пауэр Волл, по сравнению с Мегапэк, он, конечно, очень маленький, но он очень помогает сохранять баланс в локальных районах, когда Пауэр Воллы в одном районе работают вместе и балансируют энергию. На данный момент в Австралии это отлично работает. Насколько мне известно, в Калифорнии тоже есть такие проекты. Да, ССИ работает над виртуальной электростанцией, как и PG&E. И, к слову, я как раз хотел обсудить взаимодействие с клиентами. Очевидно, и вы, и мы общаемся с клиентами. Это включает и виртуальные электростанции, и двунаправленную зарядку. Если собрать все это вместе, технологии, которые ведут к разному взаимодействию с клиентами, как ты видишь дальнейшее развитие? Я подчеркну, что мы будем работать над ограничениями в генерации и передаче электричества на глобальном уровне. Я знаю, что планирование, получение разрешения и строительство новых электростанций занимает много времени, именно поэтому я рекомендую всем начинать уже сейчас. Не знаю, какие у вас планы на будущее, но я убежден, что спрос будет значительно выше, чем вы думаете. Спрос будет по меньшей мере в три раза выше, чем сегодня, если мы перейдем на возобновляемую энергетику. И это вопрос не только электростанций, но и передачи энергии. До какой-то степени мы можем улучшить пропускную способность некоторых линий электропередач, увеличив вольтаж. Скорее всего, для этого потребуется немного развести кабели. И, конечно, нужны будут повышающие и понижающие трансформаторы. И, конечно, другие кабели. У нас здесь есть зона, мы называем ее Хаб. Здесь находятся разные компании, работающие над разными технологиями. Вчера у нас был Билл Гейтс. Некоторые компании поддерживают Breakthrough Energy. Одна из этих компаний работает над кабелем с высокой емкостью. Я согласен, что все эти технологии будут очень важны. К слову, наши исследования в Калифорнии говорят, что Калифорния может достичь нулевых выбросов к 2045 году. Речь, конечно, не о полной электрификации, но в высокой степени. Тут много факторов. Как минимум процентов на 80. И это значит повышение нагрузки по меньшей мере на 60%, в то время как нагрузка была одинаковой несколько десятилетий. Я думаю, нагрузка будет значительно больше. Гораздо больше. Мы тут прикидываем. Когда все станет электрическим, потребление на человека сильно вырастет. Интересно прикинуть общее потребление энергии людьми. Только недавно все, что мы могли, это разжечь огонь. Я сейчас говорю про то, что потребление электричества и термальной энергии людьми еще 200 лет назад было ничтожно. Нам буквально приходилось сжечь древесину или уголь локально, электричества не было. Даже если взять все паровые двигатели и разделить на количество людей, потребление энергии на человека, будь то электрической энергии или термальной, было минимальным еще 200 лет назад, и еще меньше 300 лет назад. Сейчас же этот показатель очень высок. И он растет. Много электричества начнут потреблять дата-центры с нейросетями. Они требуют много энергии. Более того, одно из ограничений масштабирования ИИ это доступность электричества. Дата-центры очень прожорливы. Среднее потребление электричества на человека значительно растет. И в то же время происходит переход от сжигания углеводорода к возобновляемой энергетике. В общем, рост будет раза в три. И, скорее всего, это случится к 2045 году. В этом и загвоздка экспоненциального роста, это неинтуитивно понятно. Вообще, экспоненциальный рост зачастую недооценивают. Было много технологий, например, телефоны, которые люди не ожидали увидеть в массовом потреблении. К слову, есть и другие области, в которых электрификация сыграет роль. Мы много говорили о машинах, но, например, электрификация зданий – хороший инструмент, который поможет снизить выбросы. Калифорния, конечно, отличается от других штатов. Но мы ожидаем, что 30% всех зданий потребуются тепловые насосы, чтобы достичь требуемых показателей к 2030 году. 90% зданий к 1945 году. Думаешь ли ты об электрификации зданий, и будет ли в этом участвовать Тесла? У нас есть Powerwall, который, по сути… Способствует делу. Да, частные дома и малый бизнес пользуются Powerwall. Мы бы не отказались от поддержки коммунальных служб в установках Powerwall. Один из плюсов Powerwall – возможность защитить частные дома от отключения электроэнергии. Но иногда коммунальщики выступают против нас из-за того, что у нас есть что-то вроде выключателя. Если не отключать связь с энергосетью, накопитель становится бессмысленным в том случае, когда происходит отключение электроэнергии. Потому что тогда Powerwall, по сути, отдает электричество обратно в сеть, а это бессмысленно. Он просто не работает. Мы бы были благодарны за поддержку и установку такого выключателя, который просто позволяет владельцам домов пользоваться электроэнергией, если по каким-то причинам ее нет в сети. Да, это было бы очень ценно. Мы еще обсудим это, и, конечно, нам со стороны коммунальщиков важно обращать внимание на вопросы безопасности. Как важно и понимать эту технологию, и работать с вашей командой, чтобы решить все нюансы. Да, это было бы очень полезно. И, как я говорил, Powerwall, соединенные в сеть, могут помочь стабилизировать энергосеть в определенных районах. Я считаю, что локальная генерация энергии, то есть солнечные панели в связке со стационарным аккумулятором, будут полезными в решении проблемы поставок энергии. В некоторые районы трудно будет поставить дополнительные мощности. Для этого нужно больше подстанций и воздушных кабелей, а во многих местах этого очень сложно добиться. Просто потому что люди не хотят видеть больше воздушных кабелей, или не хотят дополнительных подстанций. В этом случае помогут локальные солнечные панели и накопители. Они могут решить вопросы с подведением дополнительных мощностей в некоторые районы. Небольшое количество генерируемой энергии уже будет очень полезно. Да, наши исследования показывают, что Калифорнии нужно производить 80 гигаватт возобновляемой энергии и 30 гигаватт на хранение. Но мы еще рассчитываем на 30 гигаватт распределенной чистой энергии и 10 гигаватт распределенного хранения. Чтобы подготовиться, нам нужны все возможные инструменты. Именно. Помимо прочего, ты сотрудничал с нами в рамках своего проекта в Техасе. Насколько я понимаю, ты объявил о новой сфере бизнеса по продаже энергии по подписной модели. Это позволит клиентам с Powerwall за 30 долларов в месяц, кажется? Да, мы пытаемся экспериментировать. Не знаю, стоит ли это того, но мы стараемся пробовать разные варианты, вдруг что-то сработает. Здесь Powerwall работают вместе и помогают стабилизировать энергосеть. Они на это способны. Мы уже много раз так делали. И Мегапэк, который подходит для использования коммунальщиками или на производствах. Мы просто пытаемся помочь наступлению будущего с возобновляемой энергией, и для этого потребуется множество разных технологических решений в разных сферах. Так мы и решим проблему с ростом спроса в три раза. Давай немного сменим тему. Ты упомянул ИИ в контексте спроса на электричество и роста нагрузки. Ты довольно открыто говорил о потенциале и о рисках ИИ. Многие из нас довольно быстро адаптировались и используют ИИ. Например, мы в Эдисон в прошлом году провели 200 тысяч инспекций в зонах риска лесных пожаров. Видел дроны? Они снимали терабайты данных, и, конечно, люди не могут обработать столько изображений. Так что мы использовали инструменты с ИИ, чтобы выделить нужные изображения. Мы рассматриваем и другие возможности применения, но и риски мы тоже осознаем. По твоему мнению, как нам в индустрии, в частности в нашем секторе, стоит воспринимать ИИ? И его возможности, и риски, которые он несет? Я, конечно, много ночей не спал, думая об ИИ. И я, конечно, озабочен плохим исходом. Знаешь, эта технология сродни атомной. Она очень мощная, но может выйти из-под контроля. Я уже давно задаюсь вопросом, что делать, чтобы снизить экзистенциальный риск ИИ. Я поддерживаю регулирование, или, по крайней мере, хоть какой-то контроль со стороны правительства. Чтобы оно было своего рода рефери, который следит за тем, чтобы ИИ-компании не делали ничего опасного. Сейчас их никто не контролирует, и никто не выступает в защиту общества. Контролирующие органы же работают на благо общества. Они следят за тем, чтобы компании не экономили и не нарушали правила, что может привести к плохим результатам. Так, например, появилась ФАА и другие контролирующие органы. Такие органы появились уже после того, как что-то пошло не так и погибло много людей. С ИИ мы не можем себе позволить, чтобы что-то пошло не так. Нам стоит принять упреждающие меры. Я немало общался с мировыми лидерами, включая Китай и Европу. Я, кстати, поеду в Европу завтра общаться на тему безопасности ИИ с лидерами некоторых стран. Над безопасностью ИИ мир должен работать сообща. Это очень важно, и я на этом настаиваю. Меня очень вдохновила готовность Китая включиться в регулирование ИИ. Ну, я говорил им, если вы достигнете сильного искусственного интеллекта, он может управлять Китаем, а не вы. И я не уверен, что вам это понравится. Этот аргумент пришелся кстати. Раз уж ты заговорил о Китае, вы активно там развиваетесь, ты много общаешься с правительством. Это немного не в тему разговора, но что ты думаешь об отношениях Китая и США? И как они помогают или не помогают разобраться с ИИ, конкуренцией с вашими продуктами, и на рынке США, и в Китае? Что ты думаешь о будущем, и в чем конечная цель с точки зрения работы на обоих рынках? Не знаю, какая конечная цель, но в среднесрочной перспективе все довольно горячо. А ты, ты получил хорошую поддержку бизнеса в Китае? Все в порядке с интеллектуальной собственностью? Да, мы получили очень хорошую поддержку от Китая. Завод Тесла – единственное автомобильное производство полностью во владении иностранной компанией. И у нас очень хорошие продажи на местном рынке. Наша фабрика в Шанхае – это самая продуктивная фабрика в мире. У нас в Китае очень впечатляющая команда. Трудовая этика просто потрясающая. Будущее будет очень интересным. Мы сейчас заходим в период, где экономика США будет не самой крупной. А сейчас нет таких людей, которые помнят времена, где она самой большой не была. Поначалу многим людям с этим будет некомфортно. Когда экономика Китая, скорее всего, станет в 2-3 раза больше, чем у США. Если брать индустриальное производство, оно уже выше значительно. И будет только расти. Они много вкладывались в электромобили. Да. Вообще, из всех больших стран Китай берет пальму первенства в возобновляемой энергетике. У них огромные проекты с солнечной и ветровой энергией. И они больше всех сделали для развития электромобилей. Из крупных стран. Среди маленьких лидирует Норвегия. Но среди больших стран Китай значительно опережает остальных. Давай отойдем от Тесла. У тебя есть и другие занятия. Ага. Так что... Я уже упомянул это, когда тебя представлял. SpaceX, Twitter, Boring Company, Neuralink. Это очень интересно. Я слышал, что вы недавно получили разрешение. Бесплатное чипирование мозга сразу после этой конференции. Можно я предложу пару кандидатур? Вы даже ничего не почувствуете. Но если серьезно, ты выбрал всем этим заниматься. Есть ли что-то общее, общая миссия у всех этих бизнесов? Что тебя больше всего занимает из этих проектов? Цель всех этих проектов усилить вероятность наступления хорошего будущего для цивилизации. Будущее – это просто набор вероятностей. Мы точно не знаем, что будет. Но если в какой-то степени мы можем увеличить вероятность положительного будущего, нам стоит это сделать. Это не сложное решение, это просто то, что нам нужно сделать. Без цивилизации мы, очевидно, существовать не сможем. Сами можете представить, что это такое. Просто посмотрите, голые и напуганные, что происходит, когда цивилизации нет. Цивилизация – отличная штука. Нам нужно поддерживать ее и продолжать развиваться. Нам нужно постараться расширить рамки сознания, чтобы лучше понимать Вселенную и наше в ней место. Я бы назвал свой подход философией любопытства. Несмотря на то, что люди умирают, цивилизация будет жить еще очень долго. Миллионы лет, может и больше. Нам нужно постараться этому поспособствовать. Все, чем я занимаюсь, – это попытка увеличить вероятность хорошего будущего. Конечно, может оказаться так, что благими намерениями вымощена дорога в ад. Надеюсь, эти намерения не приведут ни к чему плохому. Но, как мне кажется, по большей части дорога в ад вымощена плохими намерениями, и иногда попадаются плитки хороших намерений. Но цель – максимизировать вероятность хорошего будущего цивилизации. В случае с Нейролинкой, как он на это влияет? Если мы свяжем путь человечества с ИИ, что может навредить? Это довольно эзотерический аспект, но одна из проблем – это пропускная способность между корой мозга и компьютером, или в вашем продолжении в ИИ. Если пропускная способность будет слишком низкой, компьютеру будет слишком скучно. По сути, между вами и вашим продолжением в ИИ будет очень тонкая трубочка. Мы ведь уже киборги, если воспринимать телефон или компьютер, как наше продолжение. Большинство людей, когда забывают свой телефон, ощущают практически фантомно-болевой синдром. Хлопают по карманам. Телефон – это, по сути, ваше продолжение. Начиная с того, что мы теперь не знаем номера друг друга. Да, именно. Мне снился кошмар, где я застрял на какой-то вечеринке, а кто-то забрал у меня телефон. У меня был их телефон, но я не мог им воспользоваться. Мне говорят, кому позвоним? А я отвечаю, понятия не имею, я не знаю ничей номер наизусть. Даже не знаешь, кому позвонить. Мы не знаем ничьих номеров, и если у нас нет под рукой телефона, даже Uber нельзя вызвать. Что делать тогда вообще? Мне нравится мысль увеличения пропускной способностью между цифровым ассистентом и мозгом. Кажется, нам нужен будет предохранитель, чтобы компьютер нас не завоевал. Илон, это было замечательно. Надеюсь, ты снова придешь к нам и раньше, чем через 8 лет. Мы ценим все, что ты делаешь. В том числе, твои попытки сделать человечество лучше. И понимание того, что связь между нашим сектором и твоей компанией очень важна, если мы хотим помочь человечеству с изменением климата. Спасибо за все, и будь уверен, мы все готовы продолжать наше сотрудничество, чтобы переход осуществился. Здорово. Давайте поблагодарим Илона. Спасибо вам. И спасибо большое. Спасибо всем.